все сделали чуть-чуть переоделись побрызгали на уставшие лиса водичкой и бежим смотреть что в городе киль что есть посмотреть интересного городок небольшой старинный говорят был разрушен во время войны полностью весь восстановлен в общем просто пробежимся посмотрим что то что есть интересного что и вкусненького и просто да да и будем просто смотреть чем живут немцы геляне нам же надо в каждой стране узнать как люди живут что у них интересно чем живут что за городочек в общем вот так друзья бежим пока нарушать законы потому что в ясно чекин не делали тихо мы все сделали у нас все есть набрели в келе на какую-то то ли церковь то ли ратушу ратуша собираемся заглянуть вовнутрь что же тут такое есть все уже уже посмотрели вы поняли ребята там ничего интересного чего туда идти и что там снимать но снаружи прикольно посмотрите какая посмотрели скорее всего как костел потому что здесь еще есть церковь святого николая стрины на наверное идет как православная а это скорее всего костел католический ну все понятно вот это символ нескончаемого пива вытекающего вот из этого видимо паба нас житомире возле гор водоканала такой же только настоящий но из него вода не течет счет и за я говорила за синагогу я просто сказала что есть церковь святого николая православная есть костел и почему у них нету синагоги это несправедливо мы уже обидим так и знаете ну ратушу мы посмотрели а нам сказал таксист что кроме ратуши здесь и баров больше нечего смотреть о смотри святой на волке сидит прямо на входе ратуши есть статуя ивана царевича и серого волка ну все равно серый волк но он уже под уставшись круто да ну неплохо это местная дерибасовская а в келе уже готовятся к празднованию рождества и хэллоуина о хорошая компания подруга и хотим купить вот такую бутылку огромную еще и крыльями машет вы поняли это классно да друзья давай батюшки свет и алинас в учет выпиваешь то чё выпиваешь то быть германии не попробовать пиво немецкого это был большой грех товарищ не рассказать вам об этом все в общем прогулялись мы нашли какой-то очень красивый папу прямо рядом с этой колокольни вот здесь значит варят местное пиво и делают ему всякие баварские немецкие сосисочки вот значит на пробу принесли нам это местное то что значит есть два вида пива одно которое варят прямо здесь второе пиво они говорят с севера ну то есть севера я не знаю откуда может это из швеции или севера германии это из питера поэтому поэтому что вам сказать значит заказали могут такое на пробу пиво называется она рождественская вкус у него вообще не специфический он какой-то кислая и хвойная вот просто такой какой-то напиток похоже на кислую хвою настояли хвою и сбродили ее потом рождественное пиво чистое здоровье к вид да об этом позже пился на что-то не не пился на жигулевская очень короче крепленая жигулевская концентрированные жигулевская пиво такое концентрирование писанка и говорит покажите пожалуйста ваши копитные сертификаты вакцинировать чтобы вакцинировать они естественно у нас есть в общем у нас с собой их не было также как и паспортов но все было в телефоне на что человек вам покажите ваш я должна идентифицировать вас что это ваш паспорт то есть никаких сканов никто ничего не делает товарищи поверьте достаточно показать свою фамилию с номером паспорта и свой сертификат и мы пьем пиво баварское так что друзья все все просто ребята а знаете за что за что вообще-то мы сегодня по какому поводу праздник за то что мы сделали мы ее мы ее преодолели преодолели друзья это дорогого стоит вот так куча опыту куча эмоций и это реально стоит дорогого и стоит подойти чтобы вот так пройти и оказаться прекрасно вместе в другом городе другой стране вот этим товарищи яхтинки подкупает именно этим вот этой свободой перед бежать дождались дождались баварских сосисочек и приятным сюрпризом было то что в комплекте к сосискам еще идет ложка варенья горсть горсть картохи и салатик вот так вот я конечно бы лучше все это заменил на 3 сосиски но будем есть сосиски с картошкой пробуй приятного аппетита пробуй пробуй рассказывай людям как тебе попробовать немецкая сосиска мы с наташей подумали что это все-таки варенье поэтому это клюква да сладко я попробую это клюква клюква ладно такая редносенькая поросятинка свинятина приятного аппетита больше не раздражаем никого а то вы сейчас опять побежите в холодильник друзья всем доброго утра и мы начинаем наш очередной этап передвижения по кельтскому каналу и вот сейчас уже где-то минут десять мы общаемся вот с тем вот мужичком который вам что-то рассказывает как пройти как войти в этот кельтский канал и наконец-то открывает нам шлюз вот он отползает и мы сейчас туда будем протискиваться друзья мои проходим под мостами кажется проходим и пройдем нормально еще есть зазорчик рули назад все хорошо вот так начинается кельтский канал он расхождение с кораблем у нас тут все запотело витродуйки делают маленькие пятнышки на стеклах прижимаемся к обочине корабль так вот это и происходит какой-то сухогруз вот такой вот канал и вот такой вот яхтинг друзьям конечно в канале не то что в море идти тут постоянно надо быть за штурвалом следить за всем но красиво посмотрите лавочка травушка кельтский канал считается самым загруженным каналом в европе и самым пропускно способным нам сегодня везет корабликов немного сзади это баржа плоская нам сигналят чтобы мы и уступили дорогу а впереди у нас здоровенный какой-то сухогруз который пулит прямо посередине что нам делать полу анатолия странно реки что ли полу анатолия проехали мост над автобаном номер один самый крутой в германии автобан потому что у него цифра 1 это наши такие подозрения люди прогуливаются а вдоль дорожки идет сплошная лавка время от времени вот с такими спинками то есть где бы ты не устал ты всегда можешь присесть и это вот старая европейская вот это вот культура очень очень удоражит и вызывает просто такое очень приятное впечатление как это все уединенно тихо красиво люди гуляют по этим дорожкам а мы тут такие идем по-дам вперед по кельскому каналу что-то тут не то происходит с этим паромчиком уже третий раз крутит вокруг своей оси он никуда не может деться он вроде бы задним пошел и тут на него напирает этот корабель о вроде бы пошел наконец-то а че он так крутился на одном месте и сигналил вопил во все стороны в общем вот так а мы ждем погоды у входа у входа точнее у входа во второй шлюз у выхода потому что там сейчас у нас 50 узлов в конце канала вроде бы уже начинает успокаиваться погода мы стоим тут и ждем это четвертый корабль после которого мы будем входить в шлюзовые ворота вот сейчас он туда пролезет а потом уже мы если места хватит очень большой и толстый и нам должен загореться белый сигнал пока сейчас мигает вот на этой вот крестовине зеленый это для больших судов а для нас на нем должен загореться белый для мелких и спортивных мы же спортивные и мелкие поэтому подождем трафик конечно будь здоров а тут еще и паромы прямо перед этими шлюзами шныряют туда-сюда каждые десять минут вот ворота закрываются мы пока вязались в шлюзах нельзя быть не пришвартованными не закрепленными поэтому вот сейчас шлюзы закрываются мы вот так вот раз чалились на этих бантиках вот и ждем что будет происходить дальше тут у нас все нормально как-то так и ты и там и и и и и и и и Продолжение следует...